Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы продолжаем наше утреннее вещание. Ежегодно 27 марта все работники театров и поклонники театрального искусства в России, как и во многих других странах, отмечают Всемирный день театра. Русская театральная школа богата и разнообразна. Многие специалисты сходятся во мнении, что она уникальна и служит образцом для подражания изучения для многих зарубежных школ. О Русском театре Карачаева-Черкесии сегодня мы поговорим с гостем нашей программы. Но прежде чем мы приступим к нашему разговору, я предлагаю узнать, какая погода ждет нас в эту пятницу. В Карачаево-Черкесии в горах местами небольшой снег, ветер западный с переходом днем на восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью до 8 градусов мороза в горах минус 8-13, днем до 8 тепла и местами минус 4-1, на дорогах гололедица. В Черкесии без существенных осадков, ветер западный с переходом днем на восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью минус 3-5, днем до 8 градусов тепла, ночью и утром на дорогах гололедица. Сегодня у нас в гостях заведующий отделением актерского искусства, колледжа культуры и искусств имени Даурова, а также актер русского театра драмы и комедии Карачаева-Черкесии Аслан Астежев. Доброе утро, Аслан. Доброе утро, Мадиночка. Рады, что ты сегодня у нас в гостях. Сегодня такой прекрасный день и такой интересный гость. Для начала хотелось бы рассказать нашим телезрителям о том, как так случилось, что ты связал свою жизнь с русским театром, драмой, комедией Карачаева-Черкесии. Я знаю, что это очень интересная история. Вот хотелось бы поделиться с нашими телезрителями. Мадин, ну с русским театром я связал свою жизнь гораздо позже, а с театром вообще это получилось совершенно случайно. Абсолютно случайно. Я понятия не имел, что такое театр. Был абсолютно далек от вообще театра и театральной жизни. Получилось это, я, закончив Исламский институт, ушел в армию. В армии, когда дослуживал, Владимир 30, есть городок под городом Владимир, военный городок. И я там был уже начальником клуба, собрал ребят, музыкантов. У меня был, скажем так, ансамбль, армейский ансамбль хороший. И когда я уже уволился, демобилизовался, приехал домой. Это был декабрь 96-го года. У меня друг, была замечательная, вот его мама была, работала секретарем учебной части в тогдашнем училище, в нашем музыкальном училище. И что-то мы как-то разговаривали, она говорит, Аслан, у нас актерское отделение. Я говорю, да я вообще не подготовил. Где я и где актер. Да, да, то есть люди уже полгода отучились. То есть я пришел со второго семестра первого курса в мастерскую Хасана Беджиева, Хасана Якубовича. Вот. Подготовил там для того, чтобы пройти конкурс, басню какой-то, этюд, что такое этюд, я вообще понятия не имею. И гугла не было, да, чтобы помочь? И гугл, какой гугл? Пришлось здесь в нашей национальной библиотеке искать какие-то моменты, как это все подать, что подать. Вот. И даже, в принципе, и актеров-то знакомых на тот момент у меня никого не было. И я пришел поступать. Хасан Якубович в тот момент, ну, действительно, он серьезный, хороший преподаватель. Конечно, такого опыта. Очень-очень требовательно и очень строго подошел. И большая, прям, вселенская благодарность этому человеку за то, что он подарил мне мир театра. Именно благодаря ему я влюбился в театр. Честно признаюсь, несколько раз были попытки как бы уйти из театральной жизни, но... Судьба сложилась иначе, да? Судьба складывается иначе. Я полностью театральный человек стал. Я не могу без театра, я не могу без сцены, без вот этого... Без эмоций, наверняка, да? Без эфирии, когда, в принципе, артист выходит ради финального, ради финала, чтобы почувствовать энергетику зала, когда они встают и аплодируют тому, куда ты вложил свою душу. Без этого никак, к сожалению. Ну, сегодня ты прям приоткрываешь такие некоторые тайны актерского мастерства. Ну, это не тайна, да, это не тайна, это, в принципе, любого человека творческого, если спросить, кто... Ради чего вы это делаете? Ради чего вы это делаете? А это элементарно, скажем так, на энергетическом уровне, уровне обмена энергетикой, когда ты выкладываешь душу, выворачиваешь наизнанку на сцене. Будь то ты вокалист, будь то ты танцор, будь то ты драматический актер, когда ты выкладываешь и отдаешь всю свою энергетику, и выходишь, и зритель доволен твоей работой, и благодарит тебя своими аплодисментами, то есть энергия возвращается. И после хороших, успешных спектаклей, да, я еще довольно длительное время не могу успокоиться, потому что адреналин бурлит в крови, энергетика бурлит в крови, и ты вот еще некоторое время, несколько часов... Ходишь, да? Да, ходишь, успокаиваешься. Не специально успокаиваешься, просто сама эйфория, вот эта наполненность и благодарность у зрителя долго еще не отпускает. Аслан, ну за свою актерскую карьеру ты сыграл не одну роль, такую значимую, интересные роли были. Хотелось бы узнать у тебя лично, какие, может быть, больше всего запомнились тебе, какие были самыми сложными или самыми интересными, на твой взгляд? Ну, знаете, у меня так довольно-таки длительное время сложилось, такое амплуа, я играл в основном отрицательных персонажей. Да. Мы с тобой уже давно знакомы, ты знаешь, что человек довольно-таки положительный, вот, но, видимо, лицо моего... Внешность, да? Внешность располагает, да, побыть злодеем. Но это мне и помогало, в каком плане, то есть, как бы, ну, весь отрицательный негатив, который накапливался во мне в жизни, я выплескал в своих ролях. Роли были довольно-таки интересные. Я частенько говорю об этом, что, наверное, самая запоминающаяся роль в моей жизни, это было в начале моей карьеры, за которую я получил самую большую благодарность от своей мамы, которая... Это был единственный спектакль, который она видела, вообще, она не ходила никогда ни на концерты мои, ни на спектакли, это был единственный спектакль, когда мама была, то есть, это была тяжелая драма, военных лет драма, а я играл НКВДшника. Такую сволочь, честно скажу. Вот, а у молодых актеров есть такая болезнь, они носят роль домой, то есть, ты настраиваешься на роль, а потом еще долгое длительное время не можешь выйти. Трудно отпустить, да? Трудно отпустить, и ты вот это все домой приносишь, и мама говорит, я хочу прийти и посмотреть, ради чего я тебя три месяца терпела. Вот, и после премьеры, увидя это, зритель был очень благодарен, ветераны плакали, благодарили. И это был, сейчас я вам скажу, это было, как сейчас, помню, 10 мая 2001 года. Мам, да, 22 года прошло, и мама, зайдя за кулисы, я вижу глаза красные, заплаканная, она такая остановилась, такая смотрела, смотрела, Светлана говорит, какая ты все-таки сволочь. Вот это самое, наверное... Она имела в виду все-таки твоего персонажа. Ну, не я, да, мой персонаж, да, но вот это, вот та самая подача, которой она это сказала, до сих пор служит эталоном моей работы, то есть, высшей благодарности моей жизни еще, наверное, не было, и, наверное, же не будет. Вот, потому что заставить маму такое сказать, это да. Родному сыну. А так, честно скажу, буквально несколько лет назад мой хороший друг, замечательный режиссер Славик Бродянский подарил мне комедию. Бывали в моей жизни комедии, но они такие маленькие роли были, вот, и здесь он положился на меня, вот, и замечательную пьесу «Примадонны» мы взяли, где два английских... Слышанная об этой пьесе. Да, да, где два английских актера в Соединенных Штатах, дабы обдурить помирающую миллионершу, переодеваются в ее племянниц. То есть, это был жесткий эксперимент для меня. Особенно для Карачаева-Черкесии. Ну, да, но вы знаете, как бы получается как? Что меня больше всего подстегнуло, это высказывание Александра Калягина. Он сказал, ни один мужчина, актер не может состояться как актер, если он за всю свою творческую жизнь не сыграл ни одной женской роли. Вот, это меня больше всего подстегнуло, это вдохновило меня, ну и, конечно же, вера Славика в то, что мы делаем. И вот этот большой, серьезный шаг, потому что заставить человека плакать гораздо легче, чем заставить человека смеяться. Это я понял трудностью, сложностью работы с комедией. И с тех пор, да, уже в моем багаже, три-четыре спектакля комедийных, то есть, это вот «Примадонны», затем мы поставили «Голубцы по объявлению», «Веселая семейка», такая интересная комедия положений. В постановке «Голубцы по объявлению» тоже ставил Славик Бродянский, потом «Веселую семейку» ставил Валентин Валентинович Бирюков. И сейчас знаем, у вас тоже идет комедия сейчас. Да, и, естественно, одна из самых любимых моих комедий – это «Прибайкальская кадриль» Владимира Гуркина. Тоже поставил Валентин Валентинович Бирюков. Это, ну, я ее просто люблю за ее простоту и душевность. Напомню просто, что Владимир Гуркин – это тот, который написал сценарий к замечательному фильму «Любовь и голуби». И настолько тепло, жизненно он передает все вот эти тонкости человеческого общения, что вот как легко мы живем в жизни, вот так же легко и смотрится сама комедия. И мне близок этот персонаж, там, этот Николай, в принципе, он внутренне, душевно очень похож на меня. Такой же веселый, разбитной, но в то же время с тонкой душевной организацией. Вот хотелось бы, кстати, напомнить нашим телезрителям, что сейчас идут пьесы, да, ну, показывается данная пьеса. И у всех, кто хочет все-таки увидеть своими глазами это произведение, есть отличная возможность попасть на спектакль в русский театр драмы и комедии. Аслан, хотелось бы отметить, что День театра – это особый день для всех театралов и поклонников театрального искусства. Вообще, театр российский, он всегда как бы выделялся и на международной арене в том числе. Но у нашей республики есть такое преимущество, если можно так сказать. У нас целых пять национальных театров, так как у нас многонациональная республика. Несмотря на то, что ты являешься актером русского театра драмы и комедии, я знаю, что тебя частенько приглашают и другие театры на роли. Вот хотелось бы рассказать, как тебе удается совмещать. В принципе, я начинал свою деятельность театральную в Черкесском театре. В Черкесском театре. Но, к сожалению, когда я учился в школе, у нас не преподавали, не было такого предмета, как родная речь. То есть, не мой язык, я читаю ужасно на родном языке. Просто ужасно. По слогам практически, как первоклассник в первой четверти, честно вам скажу. На родном языке я читаю, поэтому мне это очень тяжело удается. Но, когда у нас есть хороший большой длительный период на репетиции, разбираю и тому подобное. То есть, в этом плане, да. А так, моя, в принципе, скажем так, театральная мама, это Тезада Тутова. Я до сих пор ее обожаю. Мы часто видимся, встречаемся. Я обожаю, люблю эту потрясающую женщину. В принципе, это она научила меня читать на родном языке. Вот. Затем приглашения были, мы ставили с Черкесским театром. Вот из того, что вот последних лет. Вот. Это мы ставили про Умара Хабекова. Спектакль. Я играл нашего земляка, героя Советского Союза, Мурата Карданова. Это потрясающая, огромная честь была, потому что я близко дружу с внуком. Очень много лет, даже десятилетия, я скажу, дружу с его, с Людмилой Муратовной, Эмой Муратовной. Мы хорошо дружим. Они очень родительски относятся ко мне. И мне было легче подготовиться к этой роли, потому что у меня был, скажем так, непосредственно источник, откуда можно было взять материал и передать характер этого человека. И буквально вот недавно случилось, как бы, ну, заболел исполнитель роли у них, и меня пригласил в Черкесский театр на роль Расула Гамзатова уже в возрасте, скажем так. Пьеса по его книге «Аттестат любви», вернее, отрывок из этой пьесы о его несбывшейся любви. Девушки Шахри. Пьеса так и называется Шахри. Да. Аслан, я знаю о том, что ты не только являешься актером и сам воплощаешь яркие роли на сцене, ты также обучаешь и молодое поколение. Сегодня я говорила о том, что ты являешься заведующим отделением актерского искусства. Вот хотелось бы узнать, сложнее все-таки играть роли или учить молодежь? Сложнее, конечно, учить молодежь. К сожалению, в наш мир, в наш век интернета это и плюс и минус, потому что в бытность нашего обучения мы черпали только из книг. А здесь, во-первых, возможностей гораздо больше. Тебе дали книгу, тебе не надо бежать в библиотеку. Тут же зашел, нашел информацию в интернете и прочел ее. Но так почему-то складывается, что молодежь стала, к сожалению, малочитающей. И чтобы донести, привить им любовь не только к театру, но и к чтению, приходится их заинтересовать. А это самое трудное. Заинтересовать подростков это самое трудное. Потому что если ты не дашь им интерес, не будет этого. Это очень зависит от среды и от родителей, которые воспитывают детей. К сожалению, сейчас у нас во многом родители вынуждены больше оставаться, скажем так, заниматься работой, чем приучать детей к каким-то вот таким вещам, как чтение. Но вот и на нас возлагается это, скажем так, получается. На нас возложилась такая обязанность привить ребенку любовь к чтению, чтобы он не только получил необходимый минимум знаний вот в этой определенной структуре, но и он развивался, научился саморазвиваться, научился поглощению информации и научился, самое главное, правильно использовать эту информацию. С детьми безумно интересно работать. С ними сложно, но с ними безумно интересно работать. Это тот же энергетический обмен, о котором мы говорили чуть выше, когда ты выкладываешь душу детям, души детей с такой же любовью к тебе тянутся и возвращают тебе всю эту энергетику. Для меня недавно было большим открытием, ты, наверное, знаешь, что у нас открылась при колледже школа креативных индустрий, и там есть отделение театральных технологий, где мы детей, школьников, то есть от 12 до 18 лет, обучаем как дополнительное образование. Пришла одна девушка, 16 лет, для меня просто, ну как бальзам на душу было. Мы с этим детем полтора часа говорили о Достоевском, о Тургеневе, о Булгакове. Как глоток свежего? Да, я говорю, София, как она говорит? Ну, говорит, вот у меня мама приучила. Я говорю, а как ты отвлекаешься? Я говорю, вот этим и отвлекаюсь. Для меня, говорит, отдохновение, это Достоевский, это Тургенев, это Чехов и тому подобное. Все-таки семья играет большую роль. Семья большую роль играет. Особенно в толчке к саморазвитию ребенка семья самую большую роль играет. Аслан, ну наверняка у тебя, как и у любого актера, есть такая роль мечты, которую ты бы хотел, роль всей жизни, скажем так, которую ты бы хотел воплотить на сцене. Если не секрет, мог бы ты нам рассказать, кого бы ты хотел сыграть? Может быть, конкретный спектакль, может быть, конкретный персонаж. Владимир, знаешь, вот многие рассказывают, ну разговор, когда идет, вот у многих мечта, там, ну все равно любая, у каждого актера мечта это тяжелая душевная организация Гамлета. Поэтому у него все мечтают актеры, потому что его тяжело подать. Потому что, ну, такие мэтры, как Смоктуновский, Владимир Семенович Высоцкий, которые отыграли. Ну, ты знаешь, Шекспир, да, это все-таки мечта любого актера. Вот, но мне, как человеку, скажем так, съевшего собаку на отрицательных персонажах, мне гораздо интереснее сейчас было бы сыграть Яга из Отелла. Почему он стал таким? Почему он совершил этот поступок? Что привело? Есть ли оправдание? Что, есть ли оправдание? Вот этот психологический, библию актера, как говорят актеры, как в театральной середине говорится, библию актера, когда ты ее создаешь, и когда ты вот этим всем наполняешь свой персонаж, тогда вот он становится, как говорил Станиславский, зритель тебе скажет, я верю. Что ж, Аслан, я надеюсь, что все твои зрители всегда, да я не надеюсь, я это знаю, будут говорить и говорят тебе, я верю. Я поздравляю еще раз тебя с таким значимым днем для тебя, как для актера, для всех твоих коллег, и поздравляю всех поклонников театра. Спасибо, что ты сегодня пришел к нам в гости, я желаю тебе самых ярких ролей, не знаю, мирового признания, и чтобы всегда у тебя была вот эта положительная энергия, с которой ты делишься с окружающими людьми. Спасибо большое. Ну а с вами, наши дорогие телезрители, я прощаюсь, желаю вам хорошего пятничного дня и увидимся совсем скоро.